всем привет дорогие друзья мы продолжаем наши приключения battle brothers так и насколько я помню да тут задание на 1 черепок на 2 и на 3 что у нас тут по инвентарю за шкуры кстати дают 50 несмотря на их стоимость 200 что-то не похоже что я могу продать их где-нибудь хоть ближе к этим деньгам давайте продадим наверное хотя деньги есть деньги есть продуктов пока хватает инструменты дорогущие так парочка шлемов неплохих и кожанка у нас тут как дела нам шлем бы не помешал вообще нам кольчушки бы нужны у этого новичка шута вообще доспеха нет хотя он лучник так ну давайте продадим все ненужное эти топоры например уже да давайте продадим сколько их можно с собой таскать вряд ли где-то их купят лучше это оставим это потенциальное снаряжение нашим новичкам копья со счетами стандартный набор плюс надо бы второго с двуручником себе товарища заиметь было бы неплохо так по этим делам эти шапку вот эту купил она побитая недорого 230 отремонтировать ее будет дешевле чем купить целую дам тут есть тут нет бронников никаких хоть возьмем шапку кожанка хорошая ну давайте в принципе купим деньги есть чё же мотиться это потенциально жизни наших ребят нанимать пока не будем так давайте сразу раздадим богатства так нас тут 10 105 45 ты у нас вроде крайний танк тебе нужно повыше защиты на тебе на тебе вот эту она хотя бы отремонтированная вот тебе капюшон не капюшон что это шапка общем кожаная досталась так и хороший броник на 80 мы такими еще не богаты кстати никто давайте двуручнику то у него щита нету самый хороший броник 65 75 70 вот этих по полтиннику на тебе так и вот тебе наверно ну вот всех переодели чуть-чуть вроде получше давайте возьмем задание так воры украли старую коллекцию монет ну короче все понятно 420 платит ну знаешь за старую за коллекцию то монет можно и побольше дать давай не жматись 490 ну ладно следуйте за следами пошли тем так то это ходя в капель штат так он что-то обижает наш этот двуручник местных крестьян у меня нет времени для этого тебе надо прекратить это это плохо для компании или поставить их крестьян на место ты чё быкуешь то вообще мы недовольный остался что это было вообще минус 10 морали 50 процентный шанс при начале боя еще ухудшить мораль ты чё алё нормально мы так так следы на северо-восток а вот вижу ни с того ни с сего на ровном месте задизморалили нашего двуручника 8 воров нападаем в полях днем ух как многовато сильным выстрелом можно кого-нибудь и засадить а можно подождать пока они подвинутся к нам поближе вот например подожди пока ну что я думаю стену копий у них щитов почти нет он раз вот маленький два вроде больше нет пробуем стену копий отойти или тут остаться давай отойдем стену копий вот теперь можно пострелять причем пострелять можно не прицельно куда-нибудь в толпу с расчетом что в кого-нибудь да залетит хотя вот этого надо бы наверно пообежать вот кому-то на рандомил он что-то слабо лаба давай-ка вот этого парня так прострелили ему руку по-моему это портит шанс попадения это отлично нам не надо чтобы он попал своей двуручным топором своим ты да наверно надо перебрасывать на другой фланг раз два три а давай сюда да блин первый же подошедший тут же стену копий нашего танка обломал а новичок вон отбивается вполне себе так ну ты сам пришел опа голова прочь нормально так въехала вот непонятно кто кого почему не пишут что вот этот пишут что он убил а почему не пишут что вот он нанес столько-то урона неудобно сам лог неудобно вот так разворачивать чтобы посмотреть можно было сделать чуть-чуть подлиньше чтобы последний удар хотя бы в него попадали но вообще неплохо давай-ка подвинемся и адреналин используем и следующим ходом ты первый кому нити вломишь вот этому он уже ходил ну или вот этому черт нам сломали щит нам сломали щит нам сломали щит нам сломали щит ну ё-моё ну ё-моё давайте отгонять их блин щит а он со щитом был единственный не разглядел из-за индикаторов спрашивается что припёрся блин не попал не попал собачку может выпустить да жалко жалко если ее зарежет этот гад ставим пока ты зачем мне щит сломал скотина да ё-моё да ё-моё вы чё делаете-то хотите топором получить вот этот с копьём опасен у него много шансов попасть давайте-ка закроемся щитом кто из них опаснее вот этот мне не нравится тип ещё раз адреналин использую да вроде уже не надо ну давай уворачивайся фу-фу-фу этого может пальнуть хороший шанс попасть после стольких промахов-то а нет после одного только давайте если убьём это должно дизморалить остальных не убили а дизморалили только его в итоге он хочет сбежать с нашей хочет сбежать с нашим цепом но у него ранение в коленную чашечку значит он должен плохо бегать по идее так да блин выпустит что ли собаку дерево бы тут не было я бы выпустил чтобы она конкретно этого погрызла так она ну давайте выпустим блин куда ты ломанула дура сейчас сейчас ей топором саданут и всё привет что стрелять тут теперь неудобно стало давай обходить их с этой стороны с этой стороны тобой а тобой с этой так пошёл вон отлично так этого с топором он мне не нравится ой отлично шикарно 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 красота пошли собаку закрывать или сзади ай так 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 этот убегает этот ещё нет этот убегает то есть один остался вот этот опасный давайте вот тоже огорчим ой красота всё все убегают вот эти вот эти нет это вообще в норме ну собачка могла бы догрызть этого мы можем его дострелить отсюда сможем пальнуть но нам будут мешать давайте так красота все испужались ещё сильнее так лучник лучник танцы попасть никакие даже прицельно но это за то что нам мешают ходят сейчас все трое после лучника только потом мои подходить нельзя там ближний бой уже будет такой а этот сломан давайте вот по этому-то попробуем порандомить оп прилетел другому красота эй-эй-эй-эй-эй-ээй-эй ты убегать должен был скоты сломали новую кольчужку или почти сломали кровотечения повесил ты попадёшь сегодня в бразиль'е? конце концов да господи только можно промахиваться так получил три удара но отскочил ну как бы не тут то было в погоню не хватает вот ходов ударить этого я бы вмазал так два хитпоинта кровотечением хоть не сильно на минус вся броня здоровье еще нормальный казак и травм наконец-то наконец-то на тебе урод нет уж всех догнать пособрались у меня собачка еще голодная чем мы ее будем по вашему кормить так арбалетчик забудь не будем стрелы тратить ну что плюс 21 процента шанс попасть наконец-то получилось чудо концу боя мы попали первый раз пикой о почти всем level up кроме новенького шута 317 урона утром это наш основной танк да да вот первые трое наши старые ребята 214 стопора арбалетчик 160 тем не менее успел настрелять гном на 183 но нормально нормально так вот их все оружие все пригодится во первых нам поломали щит новичка я был черный щит на теперь коричневый простежь потихоньку так давайте это так разложим это продадим что давайте уровни распределять то мало ли что случится в дороге так начнем с основного танка танку здоровья танку выносливость чтобы со стеной копии стоять или стеной щитов защиту в мили давай плюс 3 неплохо для защиты этого нормально можно было до 50 конечно поднять но обойдемся пока перки танку вот наверное щелушь эксперт щита мы возьмем или таунт можно взять но там наверно не тебе надо брать а кому-нибудь в середине строя вот это я не очень разобрался что использует если мы убегаем сдаемся то нас не догоняет собака нас любят собаки то ли надо переводчиком перевести будет ну это где-нибудь между сериями уж давай тебе эксперт щитов так отлично двуручник веселым дебафом это теперь тебе навсегда то есть блин короче если наемники буянит надо позволять им буянить подумаешь какое-то мнение крестьян нафиг мне нужен такой перс перк так давай-ка две защиты маловато маловато на тебе морали перки перками сложнее тут бонус попасть удваивается до плюс 10 за каждые за каждый дебаф короче на цели ну твоя задача не дебафнутых так 7 процентов осталось у кольчушки не у кольчушки у кожанки сейчас отремонтировать надо бы чуть не сломали это ерунда ну то есть не тебе тебе надо подойти и целому оппоненту отхряпать бошку вот можно штраф усталость из доспехов пока он небольшой но в перспективе то мы тебя оденем в броню в тяжелую и наверное это понадобится особенно учитывая что ты без щита или вот чтоб в тебя не попадали издалека предчувствие рейндж дефенс сейчас рейндж дефенсом плохо давай рейндж дефенс сначала возьмем а там уж потом посмотрим чтобы в тебя особо не стреляли так вообще надо ускориться долго мы тут что-то сидим так дварф наш получил уровень плюс три всего у него три звездочки плюс три что ноль что ли выпало инициативки тебе надо не надо целых плюс пять ну вообще какая-то ерунда сейчас с храбростью проблема ну и с выносливостью перки ты потенциально тебе кстати двуручник можно дать вот еще поднимешь уровень владения и потенциально тебе можно дать двуручник или пику а значит тебе нужен шанс попадать для пики и двуручника так еще один танк здоровье сразу же защиту и выносливость наверное до сотки что все таки трусливый у меня так перк танку тоже на щит давай так пикинер наш ну тебе и выпало давай надо попадать в конце концов инициативу зато всем падает горой три защиты давай от выстрелов перки это неплохо кстати может зайти или вот что-то с собачкой учитывая что она у тебя есть или защиту от выстрелов защита от выстрелов было бы неплохо давай тебе бэкстабера возьмем все таки за спин лупишь так и арбалетчик наш наш арбалетчик так арбалетчик арбалетчик 120 инициативы достаточно давай range defense и выносливость по перкам тут сложнее потому что для стрелка перков что-то не особо тут вообще нет а здесь быстрые руки кстати может быть чтобы быстренько меч доставать вместо арбалета кстати это неплохо или вот шанс в голову попасть шанс попасть в голову из арбалета это тоже неплохо или руки но в последних боях ему не приходилось браться за меч давай в голову шанс попасть тебе увеличим все больше никто ничего не получил по снаряжению все нормально все побежали сдавать квест так нашли татуэтку так 20 инструментов потратим на ремонт всего чего у нас тут на ломана инструменты тут дорогущие надо идти куда-то где подешевле продать продать давайте продадим эту фигню некоторые даже довольно неплохо по цене так еще кожанка появилась 246 ну 80 брони всего у моих передовых 65 50 70 в принципе можно и взять за 250 то не так уж дорого но хотелось бы кольчужку уже хотелось бы кольчужку ну давайте возьмем тем более целая можно кстати этому поменять чтобы не тратить кучу инструментов на ремонт но нет у меня что то все верхний фланг атакуют так что давайте тебе вот наденем самую хорошую тебе вот эту тебе вот эту так и на 50 у меня осталось арбалетчику давайте он по цене и новичка 35 у тебя 30 ну в общем все у нас по наследству передается так на два черепка я не думаю что там что-то хорошее и вообще мне нужны инструменты поэтому мне надо идти в другой город где инструменты подешевле поискать вот два задания на один черепок красота это прям по нам так это пока оставим так по 300 инструменты что так дорого давайте задание возьмем задание есть вот от правящей как это правящего дома то в таверне говорят наверное горят какую-то фигню давайте попробуем вот этот контракт взять от серы торговля какая-то что то у него со сбором налогов нехорошо мои шпионы докладывали о гоблинах которых есть лагерь недалеко от так короче гоблины гоблины гоблину вроде не нормально давай шестьсот шестьдесят не ну это мало мало семьсот двадцать давай-ка восемьсот не хочет восемьсот семьсот двадцать за гоблинов за гоблинов ну давай я думаю с гоблинами мы справимся так тут всякие дурачки в наем где ага тут теперь главное не напороться во первых починиться бы неплохо но мы пока дойдем подчинимся и вообще мы ночью явно нападать не будем хотя у гоблинов если у них много стрелков лучше нападать ночью пошлите подойдем поближе и посмотрим главное на орков не напороться которые как мы помним в начале компании где-то здесь шатались правда ночью мы нифига а вот разведали несколько значит гоблинов засадчиков несколько гоблинов на этих скис не стрелки они как они ну стрелки в общем стреляются бросаются стоит ли напасть на них ночью мои стрелки будут бесполезны но и у них должны быть проблемы с другой стороны это гоблины у них может бы не быть проблем ночью то со стрельбой давайте мы сохранимся все таки это первая наша компания и попробуем ночью напасть так у них высота поэтому что поэтому мы к ним не пойдем о давай постреляем да ну стрельба почти бесполезно можно в принципе доставать рейнджи скилл 21 у него можно доставать меч а можно давайте попробуем так порандомить потому что с мечом он тоже не очень хорош о попал гляньте-ка неплохо так попал в башку так ты подожди ходить ты давайте на копья их примем их стрелки я надеюсь будут так же бесполезны как мои хотя мой то он попал мой то попал так вот их лучник раз два так их всего шестеро кстати и вот уже пятеро тут стоит еще один лучник видимо где то во мы до него доходим мы до него доходим и выпускаем собаку ой я наверное правда зарубят в результате то ну ладно неплохой мув на подошедшего лучника только сейчас все на него кинутся наверное а не на моих ну ладно так хоть не промазала вот это нехорошо так вон еще лучник промахивается этот встает в защиту и бросается сверху аист выстрел щит нормально блин поймали и попали поймали это не очень хорошо ну-ка повторим твой успех передавай в какой-нибудь из этих это не стоит конечно рассчитывать ну так порандомили и ладно давай сломаем тебе щит наверное ты чё ты туда залез ты чё ты туда залез ещё можно адреналин использовать давай используем ты кто тут опаснее в этого попасть попроще давай его офигач попроще попроще но не нам так бе в сетку 4 хода 43 процента шанс высвободиться отлично 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 подходи к этому гаду ты сюда и в маш да ё-моё что же все промахиваются дебаф вроде только для стрелков они вообще для всех мы добегаем туда давайте и добежим до этих лучников кстати можно ещё даже давайте даже до обоих чтобы их блокировать им стрельбу я думаю главный танк должен выдержать двух лучников в ближнем бою так и вот наш адреналин срабатывает но тут шанс попасть что-то не очень а это у него метательное же оружие да значит я могу подвинуться и он меня не ударит так пусть он там стоит со своей фигнёй она не должна много дамажить оп отлично моральку дебафнули гоблина гоблина зарубили так тихо тихо собачка грызи да что так грызёшь то плохо так танка бьют блин вот там проблема там проблема так э блин броню поломал почти ты чё гад творишь ну ну я не сильно на это рассчитывал блин ну сейчас помощь должна уже подходить пам-пам-пам-пам-пам ну может всё таки попадёшь да ё-моё ты серьёзно? тебе уже весь броник разломали а ты до сих пор не попал так давай-ка пропустим сходим вот тобой а блин так кого из них лучше фигачить? наверное дальнего так шапку снесли всё не очень хорошо вот этот Бернхард потенциально труп у нас сейчас ой ну хоть так пошёл вон так ты урод да ну капец подошёл к лучнику порубить его в ближнем бою пикой да зафигачили только в путь на на вон ты бери меч тогда вон вот ты уродик блин вот ты не мог в прошлом ходу так попасть Ты бы попал и все бы было хорошо, мы бы не потеряли бойца. Вот ты урод. И тут они начали попадать. То все мазали безбожно, а как нам бойца убили, все стало хорошо. Нет слов. О, все начали складываться с одного удара. Если бы еще сейчас ты попал. Собаку не трожь, скотина. Ты что, оборзел? Капец. И собаку убили, и этого убили. Я тебя за Бобика не прощу, тварь ты. Блин, сейчас в свою обувь не попасть. На тебе башку с плеч от Эрвина. Да, блин. Обидно? Ну ладно. Вот вам и гоблины. Вот вам и чардж на лучника. Стоял бы в обороне, наверное бы фиг, кто его достал. Чего бы они там настреляли своими луками в полной темноте. Ночью напасть было правильно. Переться к ним в атаку было неправильно. Загрузиться, может? Ладно, не буду. Другого наймем. Но обидно. Очень обидно. Так, серебряная... Чаша какая-то. Шкуры. Странная мяза. Так, продадим-ка мы его нафиг. Не надо его есть. Человеченка, судя по всему. Это съешьте. Так, 7 инструментов, 39 стрел. Ничего себе. Так нормально. Собачка выжила. Собачка выжила. Отлично. Опа, волосы. Так, пика это наша. Так, луки их. Копье тоже наше. И орочи. Меч. Так, а это что? Фульшованных. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, у меня есть в ближнем в первом ряду кто-нибудь с хорошим навыком? Нету. Так, ты. Луппери. Кстати, лук. 30, 50, 35, 60. 30, 50, 35, 65. Не, обычный лук-то получше, чем этот гоблинский. Скиллы те же самые. Не, давай бери нормальный лук. Стрелы, кстати. Кстати, о стрелах. Можно взять себе вот сюда колчан, когда кончится. Поменяться. Вот это мы кому-нибудь дадим. Обязательно. Кстати. У нас просто фульшован. 35, 45, 20, 70. 35, 45, 20, 70. Статы те же самые, только он легче. Минус 4 у нас, это у минус 2. Посмотрим по скиллам. Скиллы другие. Вот этот репост остался. А тут за 4 АП и 10 усталости. Урон. Так, плюс 10 шанс попасть. Тут тоже 10 шанс попасть. Так. 43, 56. И 30, 39. 43, 56, 30, 30. Одинаково. Полностью одинаково. Картинка только другая. Другая картинка, но он за счет того, что легче, он покруче и стоит дороже. И, наверное, тебе мы его и дадим. Или арбалетчику. Вот арбалетчику дадим. А вот еще есть же. А эти что делают? Мало урона. Мало. Можно кровь пустить с игнором брони. минус 15 шанс попадания. 50 у меня мили скилл-то. Но не, лучше-ка бери фальшион, потому что фальшион можно в репост встать. В защиту. В парирование, по-русски-то говоря. Так, и наш шут получил уровень. Наш шут получил уровень. Так, плюс 5 к стрельбе. Давай-ка и защите в ближнем бою. Давай, тоже возьмем. И выносливости, да? Ну да, давай. Это всегда нужно. Перки. Перки лучнику. Ну да, шанс попасть. Тем более, он с луком, а не арбалетом. Стреляет чаще. Бонус набирает бодрее. Так, ну, не обошлось без потери, но мы нашли, да, что хотели. Пошли за деньгами. Торговый караван. Там наем, по-моему, не было никого толкового. 720 золотых. Давай. Да, тут одни. Не, мне без выносливости ребят не нужны. Ну вот у этого, кстати, все есть, но он... Ну, кстати, можно попробовать. Так, нищий мне нафиг не нужен. У него он все в плюсе, в принципе. Только у него никого снаряжения, но снаряжение-то у нас есть как раз. Давайте попробуем нанять этого Альрика. посмотрим. Он сильный, плюс 15 выносливости. И он брутальный к урону по башке. У него хороший мили скилл, мили дефенс. Он храбрый. Вот, слушай, ты неплохой товарищ на двуручник. Так, в принципе, и на пику. Так, в принципе, и на пику. Пика пока ну, потенциально его можно вот раздвинуть тут с трой копейщиков и поставить сюда вторым топорником. но сейчас, мне кажется, парень с пикой нужнее. На тебе пику, на тебе шлем, броник поломали нашему парню, на тебе собаку. так, и что нам взять вторым оружием? Вторым оружием, кстати, тому парню в бою не помешал бы меч, чтобы встать в защиту, а совсем не копье. Да, возьми-ка большой он так, это сюда, это сюда, пусть будет в запасе щиты, щиты у всех есть, все нормально, а, так, на рынок инструменты дорого, о чем покупаете? Щета совсем немного накидываете, вот только это, нате, не надо есть человечинку, еще травимся, еда есть, это заберите, так, гоблинская, вот это вот, все гоблинская, нужно ли нам? но пока деньги есть, давайте оставим, давайте это оставим и посмотрим, что там еще за задание, так, привлекает внимание, так, я не понимаю, что он хочет, вот, доставочка в Нью-Виланд, а давайте, 320 золотых, только 320, ну, давай, в принципе, это похоже недалеко на запад, как раз у нас тут все кончилось и надо куда-то двигаться, а, это еще не с караваном, это просто отнести по ссылочку, ничего себе недалеко, ну, в принципе, давайте, пошли вон по пути, погуляем по городам, посмотрим, может, кого интересного нанять можно будет или прикупить доспехи там, инструменты нужны, нужны инструменты, нужны кольчужки, люди, нужны, наверное, люди, я вот не знаю, подскажите, кто знает, вот наша, значит, известность, как тут автолевелинг происходит, не автолевелинг, ну, враги, чем больше у меня народу, тем больше будет народу на заданиях, или все зависит только от задания, ну, и вообще от шагов бандитов, они подстраиваются под мою компанию, или нет, просто, если они подстраиваются под мой уровень силы, то лучше ходить пока небольшой группой и получше снаряжаться, а если они все равно какие, ну, то есть, не зависят от меня, всегда одинаковые, то лучше набрать побольше народу, снарядить хоть как-нибудь, так, что у вас тут есть, вы краски делаете, но дороговато, инструменты дорого, много стрел, о, какой отличный шлем, просто красота, так, ну, купить нечего, нанять, вот этого можно, по идее, быстро учиться, ну, что-то он всего 170, а этот 495, караванщик, ну, или пока, в принципе, никого не будем, нам не горит, нам не горит, а деньги им плати, пошлите, может, поинтереснее будут варианты, вон тут 18 человек ходят отрядиком, а у нас тоже 18 максимум, у нас максимум-то 18, а в бой-то может только 12 выставить остальных в лагерь, как замены использовать травмированным, а вот тут соль у нас производят, надо зайти глянуть, по чем продают, может быть, купим и продадим в большом городе, это большой город, ну, да, большой, прибрежный, портовый, или по дороге, не надо горами лазить, так, тут ополченцы ходят, вон в Ачтавер стоят, тут не должно быть по вражим, да, вон, торговые караваны, все дела, арморы, что нам скажут, скажут, что у него всякое тут есть, но за деньги, вот мы, нет, мы не такую брали, мы подешевле, мы вот такую брали, с 250, и она у него с 248 стоит, да, не больно, мы еще выиграли, так, что на рынке давайте глянем, соль, соль, кстати, по себестоимости, можно и купить, попробовать, еда, пока будет, пусть доедают, около 14 в день, вот, съедите зерно как раз, потом уже сыра еще на два дня хватит, нормально, так, это лучше в больших городах продавать, я помню, инструменты, во, по 200 инструменты, это хорошо, да, берем инструменты, причем все, ну, деньги есть, и давайте соль купим, попробуем торгануть, тут два ближайших города больших, попробуем продать это выгодно, так, по найму, отто, за 605 из-за доспеха, я так понимаю, вот, кстати, тоже бабочный бровлер, с хорошими бафами, но дороже, за 130 вместо 80, может у него хороший перк, может у него хороший перк, перк, наймем, рискнем, нам нужны бойцы в первую линию, у него железная челюсть, кстати, этот за 80, то был вообще с отличными перками, а этот, ну, такой себе, какой-то неочемный, этот копейщик, среднестатистический, так, а вот этому тогда нужен двуручник, ну, вот, все и порешалось, тебе на топор, так, и хорошая броня, а тебе в центре строя ничего особо не страшно, бери копье, бери щит, ну, доспехов тебя пока нет, ну, пока и обойдешься, может, кстати, щитовикам дать второй щит про запас, если его разломают, но у них будет выносливости меньше, за такой-то запас, пока у них по 70 маловато, вот, раскачаем вынос, то есть можно будет это сделать, так, ну, все, мне нужно только доспехи для, а тут же был армор, да, 250, ну, вот кольчушки начались уже, ну, кольчушки нам пока дорого, шлемик, 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 обойдешься без шлема, мы тебя в бою найдем, так, вот тебе ты у нас крайний танк, вот тебе такая сойдет, кому-нибудь хочется дать побросаться вот этими штуками, но что-то никто не умеет особо, а еще вот, наверное, вас поменять, что-то все больше сверху атакуют, все, пошли в большой город, доставим посылку, продадимся, может быть, может, туда сбегаем, продадимся, тут, вот, давай, мои 320 за посылку, вот, тут хватает заданий, кстати, Кстати, можно пока поселиться. О, можно сплавать. За недорого относительно. Пешком дольше бежать, наверное. Будем иметь в виду. Что в таверне болтают? Какую-то ерунду. Так, на рынок. Продают. Что-то дорого продают. Янтарь. О, па-па-па-па. Соль берут за 465. А купили мы за 338. Может быть, где-то возьмут дороже, но я думаю, продать надо тут. Да, продадим-ка ее. Шкуры. 410 вместо 300. Хорошо. И за 500. Все тут продаем. Мне тут нравится. Отлично берут товар. Кстати, вон гоблинские даже эти кинжальчики берут неплохо. Надо, наверное, продать. Что у вас? Вот какая-нибудь кольчужка, побитая наполовину за недорого, я бы взял. Инструменты. Дороговато. Да мне пока и не надо, я закупился. Травы дороговато. Рыба недорого. Сушеная рыба. Можно взять для разнообразия. Вот в Маунтенблейде разнообразие еды давало хоть какие-то бафы к морали. Тут интересно как. Похоже, никак. Похоже, никак. Так, давай рыбки возьмем на 8 дней, она и не испортится. Не разоримся. Так, наем. Караванщик. Густав, кто? Историк. Вот историка можно попробовать взять. Историк. Это кто? Официант. Официант. Можно взять, но пока не будем. Мне нечего ему дать. Так, там мне нужен еще один с пикой, наверное, на другой фланг. Ну, или стрелок. Ну, какие шансы, что историк окажется стрелком? Никаких. Ну, или можно рискнуть, в принципе, недорого, что там. Так, и задания. Ну, я думаю, просто на сегодня уже достаточно. И в следующей серии мы... Что мы... Мы возьмемся выполнять эти задания. Мы все продали ненужное. Вот. Посмотрим, что нам предлагают в этой части карты. И посмотрим, как пойдут дела нашего отряда. Спасибо всем, что смотрели. Будем дальше играть в эту забавную игрушку. Несем уже некоторые потери, но что поделать, это суровый мир. Без потерь тут никак. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok